Всем привет, друзья! Наконец-то настал тот момент, ради которого мы прилетели вчера через пол-Америки. Сзади меня стоит новенький самолет Cessna 172 2024 года с самой нафаршированной авионикой. Но перед тем, как мы его начнем смотреть, давайте отмотаем назад и по порядку пройдем этот день с самого начала. Несколько месяцев я находился в предвкушении этого момента. И сегодня мы наконец-то отправляемся на завод Cessna по производству самолетов. В этот день мне не нужно было заводить будильник, чтобы встать пораньше. Я и без того проснулся ни свет ни заря. Это было очень похоже на ощущение, когда ты в детстве ждешь какого-то праздника. И знаешь, что как только ты проснешься, начнется веселье, будут подарки. Ощущение было точь-в-точь. Причем как у меня, так и у Алексея. И тот факт, что нам сначала нужно пролететь через половину Америки, лишь усиливал предвкушение от предстоящего события. Итак, взлет. Вид из окна на небоскребы Нью-Йорка. Летим на завод самолетов на самолете, который явно не только что с завода. Вот такое вот состояние двигателя на вид, конечно, так скажем, но я думаю, что тут все обслуживают. Мы прибыли в Вичиту, авиационную столицу США. Здесь производят множество самолетов, цесны, джеты какие-то. Здесь в основном все люди, кто живут, это такой авиагородок. То есть они все связаны с авиацией. Левых людей здесь нет, скажем так. Новый самолет завода, ну я просто не представляю, как это происходит. Летал ли на нем кто-то уже до меня или нет. Вот ты машину приезжаешь покупать, на ней там пробег обычно 6 километров, да, 10. Сколько у этого самолета налет, если он вообще есть? Как происходит процедура вручения? Предлагают ли тебе купить какую-то сигнализацию, коврики, что-то еще? В общем, все это мы с вами увидим в ближайшее время. Затем мы отправились в ангар, где нас уже ждал наш самолет. На столе были разложены различные подарки, а в центре стояла новенькая Cessna 172. Красивая, сияющая, идеальная. Презентация, у них свой фотограф от Cessna, делегация встречает, рассказывает про этот самолет. Как же круто выглядит, а! Так, ребят, ну, в общем, тут идет сумбур, просто все бегают вокруг самолета, фоткаются, рассматривают его. На первый взгляд могу сказать, что дизайн салона прям преобразился существенно. Такие двери стильные, дверные карты, кресло с такой прям вышивкой, все очень красиво. И буквально через несколько минут я, блин, я даже не верю, что это буду делать я, совершу первый полет на этом самолете вместе с инструктором, понятное дело. Но, тем не менее, я буду в кресле капитана. Обратите внимание, как они возят тут самолеты. Специальная машинка, через лебедку затягивает переднее колесо, дальше приподнимает его. Что, ребят, даже не верится, я сейчас полечу на этом самолете. Движок так плавно запускается, о да, он ощущается совсем другим в сравнении с другими самолетами, на которых я летал. Обычно так тю-тю-тю-тю-тю, да? Да, очень круто. Даже не верится, я рулю на абсолютно новой Cessna. Абсолютно, даже 10 часов нет. Я реально первый человек, ну, не считая работников Cessna, кто это делает. Так, давай посмотрим внимательно, нет ли других самолетов ни слева, ни справа, никого. Как же плавно мотор работает, а! Вичи-то руление, Skyhawk 1.07, Эко-Лима, информация Сиера на борту, летим на север. 1.07, Эко-Лима, Вичи-то руление, проследуйте к полосе 19, левая, по рулёжке Майк. 19-я левая, по рулёжке Майк 1.07L. Итак, сначала поедем по прямой по Фокстрот, потом налево по Гольф, направо по Майк, и потом до самого конца. В целом, можно сказать, что никто из нас сегодня этим самолётом не управляет. Ну, по сути, он летит сам, на автопилоте. Да, мы здесь просто, чтобы контролировать, что всё хорошо. Первый полёт и сразу же в облаках. До меня этот самолёт налетал уже порядка шести часов. За это время тест-пилоты Cessna провели все необходимые проверки. Мы летали на автопилоте. Инструктор показывал все возможности и фишки нового самолёта. Счастью, не было предела. Это было так. Самолёт прям не хотел садиться на землю. Да, великолепная птица. Огромная разница со старыми Cessn'ами. Но я бы не сказал, что старые Cessn'ы чем-то плохие. Просто этот совсем новый, идеально гладкий и каким и должен быть. Его ещё просто не эксплуатировали учащиеся. Он летит, летит, совсем садиться не хочет. Чуть не забыл рассказать. Авиашкола получила этот самолёт всего за один доллар. Дело в том, что в Америке каждый год происходит розыгрыш пяти новых Cessn' 172 среди авиашкол. Школа, где я учусь, Air Fleet Training Systems, год назад сняла видеозаявку. Они отправили её в Текстрон и выиграли. Теперь школа забирает новенький самолёт на полгода всего за один доллар. Через шесть месяцев самолёт можно выкупить по остаточной стоимости за вычетом налёта, который будет произведён за этот период. Такая вот отличная программа для развития авиации. Новенькая, 172-я, с самой топовой авионикой, которая существует. И на ней я сейчас полечу из Канзаса в Нью-Йорк, через полуамерики. Это будет просто невероятно. Я в предвкушении. Мне не верится вообще, что попав в авиацию, можно попасть в такие интересные движухи. И у меня это получилось, ребят. ВИЧ-это там. ВИЧ-это-вышка, Скайхоук 1.07, Эко-лима, на предварительном полоса 14. Готов к взлёту по направлению, полёт по приборам. 1.07, Эко-лима, ВИЧ-это-вышка. Ветер 1.30, скорость 1.7, порывы 2.5. Поверните направо, курс 190, полоса 14, взлёт разрешаю. Полоса 14, взлёт разрешили, 1.07, Эко-лима. Повторяю, курс 1.9.0. Нужно установить курс 1.9.0. Сразу после взлёта поворачиваем направо. Погнали. Вот Илья летит на своём новом самолёте. Это классно. Скорость, смотри внимательно. Руку не убираем с пауэр. Отлично. Какая наивыгоднейшая скорость набора? 73. Отлично, хочу увидеть 73. Вообще 74, если быть точным. Отлично. Правый радар. Почему у нас вот так вот? Отлично. Поворачивать когда будем? Да вот сейчас как раз. Отлично. Правый радар. Правый радар. Не поворачивай слишком резко. Фиолетовая линия не должна превышать вот эту границу. Это указатель скорости стандартного разворота. Да, что-то я превысил. Илья помахал крыльями ребятам из Текстронов. 1.07 Эко Лима. ВИЧ это круг. Опознанный. Подскажите высоту и поворачивайте налево по направлению. Набирайте 7000. Высота 3000. Набираю 7000. 1.07 Эко Лима. Поверните налево на майк Янки Джулия. Прямо на майк Янки Джулия. Прямо на майк Янки Джулия, да. Мы инструментальные пилоты. Мы уже не спим, не проглатываем. Что они там? Они четко говорят нам. Куда уэрбэнкити пошел? Где у нас Маджанта должна быть? Отлично, отлично. Маленькие повороты. Все, забыли. Привычки правит баллы. Смотрим только сюда. Летим в облаках уже. Very good. Само начало нужно было. Почему оврбэнк идет? Ага, все прекрасно. Вот сейчас хорошо все. Смотрим только на приморы. Don't overbank, please. Don't overbank. Это примерно 15 градусов будет вот здесь вот, да? Примерно 15 градусов в серединке между вот этими двумя. Skyhawk, Семя Калима. Направо по курсу 1-9-0. У нас еще такие повороты большие. Мы летим прямо. У нас инструментальный полет. Смотрим всегда внимательно. Правый радар. Почему мы направо поворачиваем? 9-0. 1-9-0. Хорошо, спасибо. Скайхок, Семя Калима. Направляйтесь напрямую к аэродрому назначения. Напрямую к аэродрому назначения. Скайхок, Семя Калима. Спасибо. Как нам вот это сейчас нужно сделать, чтобы мы директ поехали? Надо. Куда встать? Ну-ну-ну-ну, куда встать? Уже даймонд есть. Можно попробовать вот так. Сначала директу. Нужно нажать. Снимите линию прямую. Enter. Нужно рубин поставить сверху на стрелку. Затем определить, какой получается курс. Курс получается 0-9-3. Отлично. Теперь летим этим курсом и никуда не сворачиваем. Держим рубин наверху стрелки. Ветер с юга, да? Сильный очень. Мы поправку делаем почти 30 градусов направо, да? Смотрите, как летим, да? Можно доснять, посмотреть, здесь видно. Мы летим на самом деле туда, а нос показывает прямо. 40 узлов боковой ветер у нас, да? 18 попутный. Не отвлекаемся. Самое главное это инструментальный скеннинг. Это все вторично. Вот это, да? Сначала сюда смотрим. Смотрим сюда внимательно. Оба. Одну секунду прочитали. Смотрим снова сюда. Параллельно должны быть у нас идти, чтобы мы летели. Мы снова здесь 5 градусов влево летим, да? 0-9-3 у нас поправили сначала. Потому что как только голову опустили вниз, у нас все поехало сразу. Успели мы до этой погоды, да? И смотрите, как здесь... Невероятно. Он так идеально летит. Вот прям, ну реально есть разница с другими самолетами. О, я плачу. Он такой устойчивый какой-то. Для меня это как сказка все это выглядит и звучит. Мы приехали на завод Cessna. Нам провели экскурсию, показали, как они собирают самолеты, какие у них там стапели, кондуктора, как они заклепки делают. Я увидел все то, что мы делали сами, но только в каких-то промышленных масштабах. Они такие приветливые, так что все хотят рассказать, все готовы показать. Покормили, повозили, приютили. Самолет шикарный. Только мы расслабились, и самолетик сразу вел нас здесь, и тратится влево, да? Корректируем, корректируем сразу, да. Вот поэтому я себе автопилот поставил, чтобы он не запаривался. Поэтому-то инструктор Алексей не разрешит летать на автопилотах. Не, это правильно. Автопилотов, само собой, это ни о чем. Это здорово, он хороший помощник, когда один летишь, и в инструкторе заходить действительно нужно, и записать клирен заполнительный. Когда мы вдвоем летим, достаточно средств и сил вдвоем, чтобы можно было лететь самолет вживую. Сколько лет они производят этот самолет? С 50-х годов практически уже. С 60-х начали. 70 лет, грубо говоря. По ремням они в итоге пришли к стандартному чему-то, как в машине, ничего необычного. Раз, два, причем. Только единственное, что наоборот, не с этой стороны ремень идет, вот как это было на предыдущих, да? А с этой стороны теперь. Итак, мы в Мексике. Мексику я себе, конечно, иначе представлял, но именно так этот аэродром и называется. В общем, у нас первая дозаправка. Все камеры сели, все силы кончились, а нам еще лететь и лететь. Brand new Cessna 172, как говорится. Первая заправка. Пока заправляли самолет, заметил вот такой вот автомобиль. Причем я вам хочу сказать, что мы вообще находимся, не пойми, где сейчас. Ну вот загуглите. Канзас, аэропорт Мексика. Насколько это в середине ничего, как здесь говорят на английском, в середине нигде. Тем не менее, вот... Даже самолетов-то особо нет. Но тем не менее, есть кибертрайм. Ладно, сейчас посмотрим, что там в самом аэродроме творится. Ну вот никак это обычно в Америке бывает. Никаких диванов, кофе аппаратов. Есть какой-то офис. То есть ты можешь что-то сделать за компьютером, смотреть карты какие-то. Ну и, конечно же, небольшая челлаут-зона и туалет. Но все равно мы просто не пойми, где находимся. И, пожалуйста, ну все, что необходимо. Можно посидеть, отдохнуть. Можно даже поспать. Нет, сейчас мы уже в Вичите находимся. Я перепутал штат. Мы же влетели. Это Канзас, предыдущий, мы где мы пролетали. ВИЧ – это подход 1.07 Эко Лима. Вылетели из Мексики, готов записать разрешение по направлению Лима-Альфа-Фокстрот. 1.07 Эко Лима. Понял вас. Флайт-план активировать вам? Подтверждаю. Активируйте, пожалуйста. 7 Эко Лима. 7 Эко Лима, ответчик 21.45. 21.45. 7 Эко Лима. Ну что, после взлетной чек-листа рут настроен на максимум в наборе. Смесь пока что богатая, раз мы набираем. Вообще-то надо забеднить, так как мы выше километра. 7 Эко Лима, набирайте 9 тысяч футов. Набираю 9 тысяч футов 7 Эко Лима. Слышите, как прибавились обороты сразу значительно, когда убавили. Best performance. Окей, значит, над тремя тысячами мы сразу ставим. Да, да, да. Воздух уже разряженный, да? Конечно. И он очень влажный. So, mixture set, power set, lights as needed. Лежим на курс, посмотрим, какой хайринг баг у нас будет. У нас 10 градусов wind correction есть, да? Набирает достаточно быстро прям так. 7 Эко Лима, связь по направлению 1-2-6.2-2. Не ждем, не ждем. Сразу включаем, а потом набираем уже все. А вдруг я забуду? А так я набрал, я бы он сюда прям пришел. Либо мне надо записать. Нью-Йорк и прочь, Нью-Йорк и прочь вам не даст. Лучше записывать. Нью-Йорк и прочь вам не даст никакие, понимаете, да? Там идет настолько все строго. У меня в голове такая методика. Когда они мне говорят цифры, они у меня в уме пишутся. 1-2-6-2-2. И я потом просто, когда вспоминаю, я просто их читаю. Понимаете, да, визуально. Или нужно записывать, нужно сразу быть готовым. Новымбе 1.07, Акалима, добрый день. Высота 4.500, набираем 9.000. 1.07, Акалима, Канзас-Сити-Центр. Давление 2.988. 2.988. Вы им всегда повторяем то, что они нам говорят. Сразу, без остановки. Сразу повторяем. Тунай, идей, тунай, идей. Окей. Не ждем. Сейчас это позволительно здесь пока. Вот как Нью-Йорк и начнем подлетать. Я понял, мы готовим. Все уже, все уже, там уже следующий. Я смотрел на вас, как бы, и они забыли. Поэтому они просто скажут потом, идите с частоты с нашей, идите в ЕФА. Как можно улучшить. Все прекрасно. Одна маленькая деталь, которая вам даст, точно два узла даст. Вот прямо точно. Еще микшер ли? Нет, правый радар. Особенно в Клайм. Помните, в Клайм всегда у нас правый радар. Проверяем, проверяем, проверяем. Они сразу и пришли. Прогрепляем, верите. 40 минут осталось до аэропорта назначения, где мы сегодня будем уже ночевать. Позади великолепный закат, очень красивая погода. Но мы летим достаточно высоко, и здесь такая дымка, ну, прям настоящая АЭФА. Горизонта не существует. В целом, конечно, очень приятный самолет, ребята. Понятное дело, что он новый. Но вот если с другой стороны задуматься, да, вот он стоит, как Роллс-Ройс. Стоит ли, да, такие деньги платить за самолет, если ты не авиашкола, да, вот, допустим, для себя такой купить? Можно в два раза дешевле взять самолет, соответствующий всем этим ожиданиям. Ну, в Соединенных Штатах довольно-таки много стоятельных людей, которые начинают учиться, да, и говорят, я только хочу только на новом самолете. Я не хочу, чтобы кто-то летал. Не имеет значение, сколько он стоит. Какая разница? 500, 600, 1800, 2 миллиона. Они имеют право... Но в основном в 99% это для летных школ, конечно. Летные школы покупают их пачками. А вот в школе он будет, на нем цена аренды будет дороже? Дороже будет, да. Существенно? 20 долларов будет. Ну, это не настолько дороже, чтобы отказать себе в удовольствии ждать на таком самолете. Ну, тем более, кросс-кандри и так далее, заходы делать в сумме. Это не увеличит стоимость обучения там в разы. Нет, нет, ну, там, как бы, премиум над бабочкой будет такая. Дело в том, что если мы сцену сравняем и оставим такую же, как со всеми, ну, да, да. Этот самолет будет 100% летать, и те будут стоять, как бы, это некрасиво. Да, те самолеты обижаться будут. Эй, ребята, вы что делаете? Главное, что этот самолет, как в нашей советской авиации, да, и в России тоже, что каждый новый самолет, когда дизайн решения, если это притепевает, но не больше, чем 10-20% изменений, то успех у этого самолета будет, как бы, да. Когда концептуально новый, там, все делают новое, все по-другому и так далее, шанс на неудачу гораздо выше будет у концептуально нового самолета. Или, наоборот, будет прорыв. Допустим, как Сирус сделал, да, свой самолет тоже. Сначала много скептиков было, а там, ха-ха-ха, не пойдет и так далее. А он пошел. Но сколько много было неудач, Skycatcher 162-я Cessna не пошла, TTX Cessna не пошла, поэтому, соответственно, рынок диктует. У этого самолета есть уже 70-летняя история, и практически фюзеляж его, но сам почти совсем не поменялся, скажем так. AD все выпустили, да, доработки, и все. А так дальше по салону переделышки пошли, прикольные воздуховоды, ручка появилась, да, все эти подстаканники. Да, вот это все. USB, USB-C, все это, естественно, современное уже все это. Ну да, мне вот эти стендбай не нравились, конечно, на предыдущем G1000. Здесь, ну, доработали, да. Опять же, его беднее, он между штурмами. Да, потрясающий закат, конечно. Вот с той стороны есть горизонт. А здесь мы реально в облаке. Это же не горизонт, на самом деле, это верхние облака. Можно вот так вот, да, если не по приборам полететь, в False Horizon, понимаете? Это было в вопросах. Ребят, но больше всего меня, конечно, вот сейчас на длинном кросс-кантри поразило даже не эта великолепная Cessna, а то, что в Америке ты просто летаешь по приборам, по прямой. Ты подаешь план, там, 300 миль, точка, точка, и тебе полностью дают прямой, и в конце тебе еще дают страйд-ин заход. То есть вообще ты полностью летишь по прямой от и до. Я такого нигде не видел ни разу. Хотят сократить количество судов и как бы задача быстрее, чтобы люди не летели. Понятно, что процедуру нужно выполнять, заходы и так далее, все это понятно, но если есть возможность спрямлять, это нужно делать и в ущерб безопасности. Ну да, то есть как в Германии, да, там вот пока всю схему пилот по Айфар не пролетит, он не сядет, без вариантов вообще. Немец ни в коем случае не даст ему там страйд-ин и прочь, да, или так далее. А здесь получается наоборот, маловероятно, что тебе не дадут. Я сначала немножко тоже скептически был, когда вы с людьми разговаривали, с авиацией, которая особенно десятки тысяч часов отлетывали в своих странах, там даже в России, в Европе, там еще где-то. Они там, нет, это неправильно, нужно летать по процедурам и так далее. Особенно диспетчера, особенно диспетчера. И был немножко скептически настроен, но пока в этой системе не проживешь здесь. Это действительно имеет смысл, make sense. Я про воспрямление, про и выгоднейшие как бы. Ну это экономия для экономики. Все, нас сейчас начинает викторить по АЛС, уже должно сразу быть загружено, потому что мы сразу идем. Да, да, да. Все, мы активируем прочь. Сейчас все быстро произойдет. Роды будут быстро очень. Что, может, 16 миль, мы рядом уже. Не забывайте, когда мне какой-то final approach. На ВМБ 1.07 и Калима летите с курсом 0.4.0. 0.4.0, 7 и Калима. Он нас спрямляет и хочет, чтобы мы established до early 9 minutes to go. Great. Localizer is потому что мы activate vectors of final, она сама переключилась, правильно? Все, ждем теперь Localizer. Glide Path мы уже здесь, мы заранее войдем, правильно? Итак, брифинг, заход ЭЛС, полоса 10, 1.07 и Калима. 1.07 и Калима, снижайтесь 4000. Снижаюсь 4007, ЭКОЛИМа. Заход ЭЛС, полоса 10, частота Localizer 1.09. 1.07 и Калима, к вашему сведению, диспетчер на аэродроме уже не работает. А на Круде летает самолет, наблюдая его в 7 милях с посадочным курсом. Так что напрямой предупредите его о заходе. Информацию принял 1.07 и Калима. Такая у них адвайзер, сразу готовимся. Unicom, it's prepared on Com2 Frequency. 1.07 и Калима, вы в 15 милях западнее аэропорта, поверните на курс 0.80, снижайтесь 3000, захват курсового доложить, посадку ЭЛС на полосу 10, разрешаю. Курс 0.80, снижаюсь на 3000, посадку ЭЛС 10, разрешили 1.07 и Калима. 1.07 и Калима, все верно, смену частоты разрешаю. Не забудьте закрыть флайт-плэн через 10 минут после посадки. Мы бы хотели закрыть флайт-плэн прямо сейчас, мы просто практикуем посадку по приборам, при этом летим в визуальных условиях, полосу наблюдаем, 1.07 и Калима. Последнее, что он сказал, что мы не сказали ему report when established. Ну да, сейчас уже не некому, да, я верю. Выровняйте мне сразу полосу и летите по этой, сегодня никаких поблажек, потому что у вас сегодня ветра нету, и заметьте тот хейринг-баг. Не выровнялась еще, не выровнялась, не выровнялась. Она 1 мм влево сейчас. Это большой фишка, много-много-много. Большой поворот, не надо так много поворачивать. Поставьте diamond exactly in the center. Все, fly that heading. Нельзя было снизиться, уже проварили check-right. 3000 нужно было держать, да? И летим прямо, пока мы не интерсептаем сейчас гладь с лоб, понимаете, да? Окей. 2 градуса влево, только 2. Вот мы, если бы 99 летели, у нас бы не уходила бы линия, понимаете, да? Вы не летите по этим цифрам, а нужно лететь по ним. Вот застыньте на 0,98. Ни влево, ни вправо, не дай угадь, ни одного градуса поворачивать. Все, подходит, подъехали. 1900, аккуратно только. Чуть-чуть достать пауэр, чуть-чуть всего. Все, стоп, 500 футов в минуту показываем. Все уже, гладь с лоб в середине. Нос вниз, 500 футов мне показывать. Вот лучше. Не 96 летим, а 99. У нас сейчас стрелка пойдет вправо туда. Окей. Вот 500 здесь, здесь 0,99. 500 здесь, здесь 0,99. И тогда все будет хорошо. Хватит качать самолет влево-вправо. Супер. Сейчас все хорошо. Уехали вправо на 5 градусов. Вот и ушла у нас в линии вправо. 99 нужно было здесь лететь. Оставьте 100. 500, 100, 500, 100, 500, 100, 100, поехали. Именно так и глазами делаем. 100, 500. Видите, как результат, все идет в центре, правильно? Да, 500, это результат. Не нужно никуда гоняться влево-вправо. Опа, 700, тенденцию сразу. 100. Потому что зачем убавил пауэр? Не убавлял. Не нужно было этого делать. 100, 600, 98, 650, 100, 700, 100, 600, 100, 500, 99, 300, 99, 350, 400, 100, 400, 400, 2 градуса в право. 400, 100, 400, 400, Давайте 2 градуса в право, 1001 будет 1 0 2, да? 102, Все, больше много не надо, много не надо. 101, 500, Отлично. Видите, как результат? Даймонд стоит в середине, правильно? Отлично. 1900, отлично. Супер, супер. Вот это автоматический заход. Отлично, в ручном режиме. Лейтинг гир выпустили или нет? Лейтинг гир, да. Правый радар нужно будет дать, чтобы самолет ровненько сел. Хочу стол хорн услышать на посадке. Услышал. Это было прекрасно. Едем прямо. Едем прямо. Илья, ну это было отлично. Другую схему понял и настолько залип, что забыл про даймонд. Да, забыл про даймонд. Но все было настроено, да. Ну вот это как бы да. Но мы потихонечку будем собирать. Мы все сразу идеально сделать не можем, верно? Поэтому вот здесь аккуратненько сейчас налево вноча поворачивать. Итак, ребят, первый день перегона Cessna завершен. Мы в аэропорту Пёрдю, он называется. Но мы не во Франции, мы в Америке, где-то недалеко от Чикаго, где-то в этом районе. В общем, самолетик, конечно, классный. Мне очень нравится летать в вайфаре. Единственное, что, ну, стрессовенько на посадке. Алексей еще требует, чтобы уровень был нормальный. Ну, понятное дело, экзамен сдавать. Ну, я думаю, что все получится. По радиопереговорам не все идеально, но уже я, в принципе, все понимаю, что происходит. Понимаю все, что мне говорят. Классное то, что здесь есть функция такая. Реплей. Кнопку нажимаешь, у тебя последнее сообщение. Повторяется. Можно два раза нажать, предпоследнее повторится. А, все, уже самолет наш уехал, пока я тут отвернулся. Ну, в общем, все. Идем спать. На улице уже ночь. Ночная посадка. Галочку ставим. Ну, а сейчас, ребята, посмотрите на здание аэропорта. Вообще, куда мы попадаем? Как пилоты. Пайлот лаунж, пожалуйста. Комнатка, так называется. Диваны. Отдыхай. Кайфуй. Все удобства. Снова компьютер есть, да. Можно там всякие flight-планы подать. Подобные. Поспать, отдохнуть. И это, ну, я вам еще раз говорю, это стандартная история в Америке. Я просто поражаюсь. Посадка бесплатна. Мы даже в Джона Кеннеди летали. Посадка бесплатна была. Круче, чем в Шереметьево, там, в 10 раз. Бесплатная посадка. В Шереметьево сколько будет стоить посадка? Тебя даже не согласуют вообще ни один план. И вот я вам сейчас иду, да. Посмотрите, какие масштабы. Ну, за заправку, естественно, мы заплатим. За заправку святого дела заплатить. Смотрите, кухня есть. Пожалуйста, можно приготовить себе какую-то еду, купить какие-то снеки. Короче, сейчас поедем заселяться и спать. А завтра с утра продолжаем наше путешествие в наш океан Айфар. Доброе утро. Настал новый день. Мы на аэродроме. В 8 утра. И сейчас мы летим в Нью-Йорк. А по дороге хотим заскочить в самый большой авиационный музей в мире. Мне кажется, это будет интересно. Новенькие тормоза. 107 Экалима. Выдерживайте взлетный курс. Набирайте 6000. Полоса 10. Взлет разрешаю. Перекресток Чарли-3. Взлет разрешили. Полоса 10. Новэмбо. 1.07. Экалима. Полоса 10. Перекресток Чарли-3. Это Чарли-3. А где Чарли-3? Pinkover. Omega 2. Номерный ход соревнований. Давайтеitos, angles. 是коп. Кино не снимается, Lening lights. Ленб reflections. Если выехали на полосу. Лендинг lights. Нужно включать. C robber. Wargoth. Павалiono. Очень хорошо. Следующая плоса 두�ंraw. 5-3. 10 Рединарная пор rede. Несколько выходов есть. Поехали. Новэмлика просьбу. Новенькая дорога. Взлет разрешилиarna. Все, сколько шокирование後. Взлет разрешили. Сосно 7, климат, связь 123.85. 123.85, 7, климат, спасибо. Мы можем выровняться на Direct2 и поставить, полететь по курсу, правильно? Да, визуальные полеты, они все-таки для малой авиации. А эти инструменты, это уже жесткая штука такая. Нет, ну самолет очень комфортно. Привычку вести, ну и не только, в VFR тоже, в VFR обязательно. Если мы больше, чем 15-20 миль от аэропорта отлетаем, всегда на стендбай должен включен быть. Это мастер, это должно быть вот прям чуть в чек-листе даже. Вышка 1.07, климат, 3000 футов. 1.07, климат, полоса 6 левая, заход АЛС разрешаю. Полоса 6 левая, заход АЛС разрешили, 1.07, климат. Сейчас мы еще не находимся на схеме захода, поэтому я не могу снижаться до 2700 футов, но я уже могу приготовить эти цифры. Технические аппроучи разрешили, поэтому уже можно снизиться до 2700. Но у нас нет причин это делать, ни обледенение, ни точки снижения. Мы хотим потренироваться, поэтому летим прямо, пока не захватим курсовой. А, кстати, а курсовой уже считается захваченным, когда планка на несколько делений отклонена от центра, одна точка или две? Планка должна быть в центре, только тогда курсовой захвачен. Окей, теперь я нахожусь на схеме захода, и можно снижаться до 2700. 2700, теперь посадочный чек-лист. Топливо открыты оба бака, шасси невыпускаемые, смесь богатая, пропеллер не регулируется, 2100 оборотов, переключения не требуется, ремни пристегнуты, жду захват глиссады, планка почти в центре. Сразу выпущу закрылки на 10 градусов. 500 вертикальный, да, хорошо, 500 вертикальный, и думаю, курс 0.74 подойдет. 0.74, 500. Да, видите, видите, поэтому и даун, даймон по полу. 500, 0.74, 500, 0.74, 500, 0.74, 500, 0.74. Мы говорим 0.74, а летим сами на 0.77, поэтому какой смысл это все говорить? 500, 500 не летим, поэтому не говорите это лучше, лучше летите это, ладно? Потому что мы говорим словами, а мы себя отвлекаем, понимаете, да? Вот, лучше плететь пока 700. И тело расслабить надо, немножко расслабить, ну что такое, расслаблено все, все красиво, отлично. Вот 500 нам не давали, 300, поэтому слоп ушел вниз. Сейчас 700, 800 нужно давать, будет отлично, да. И видите, даймонд у нас сейчас справа ушел, линия пошла влево отклоняться, да? 5 градусов влево, нужно поправку сделать. Опять гладить слоп внизу, поэтому нам снижение нужно больше делать, да, 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 да. Догоняй, сейчас нужен самолет. Какая у нас граунд спид? 100 узлов, да. Блин, забыл таймер включить. Конечно, да. Потому что 60 не сделали, turn time twist, давайте уберем немножко пауэр, 1900 сделаем. И линия пошла уходить влево, к ужасу, отлично. О, такие повороты не надо делать. Все, вот теперь 5-х англи здесь она будет. Только делайте ее, не говорите, мы ее говорим, а ничего не делаем, вот, чтобы она работала. Отлично, красиво, все, сейчас красиво. Расслаблено, расслаблено, расслаблено. Мы сидим как будто прямо это самое, ну, не знаю. Шахтеры какие-то, шахту капаем. Все, культурно, по высоте хорошо. Скачки опять влево, вправо, влево, вправо. Минимальные движения, буквально предугадываем, куда самолет хочет идти, минимальные. Супер, посадка хорошо, но 20 футов вправду влево, от центра полосы, но ничего. Что, господа авиаторы, вы готовы увидеть еще один американский аэродром? Зоной для пилота, бесплатной посадкой, с топливом, естественно. Посмотрите, какая красота, пожалуйста. Есть кухня, есть диванчики, есть пайлотс лаунж и автомобиль. Понимаете, мы сейчас возьмем тачку и поедем в музей, который здесь недалеко, нам как раз на несколько часов дадут машину. К этому невозможно привыкнуть, мне кажется. Вот уже, пожалуйста, ключики, да. От аэропорта Dayton International всего 20 минут езды до старейшего и крупнейшего музея военной авиации в мире. Среди экспонатов представлено несколько сотен самых разных самолетов, начиная с первых летательных аппаратов, которым больше 100 лет, до самых современных истребителей. Естественно, мы не смогли упустить возможность туда попасть. Этот музей был основан больше 100 лет назад, и с тех пор в его коллекцию вошли самые интересные и уникальные самолеты со всего мира. Итак, ребят, чтобы вы просто понимали, масштаб вот этой вот карты, это все, каждый вот этот квадратик, это отдельный ангар. И, естественно, посетить все это в рамках двух-трех часов, что мы сюда заскочили ненадолго, просто невозможно. Мы решили, самое главное, охватить азы. Сейчас я нахожусь в зале, где показаны экспонаты зарождения авиации, самые первые самолеты. То, с чего все начиналось. Пойдемте смотреть. Ребят, посмотрите на этот масштаб. Насколько этот самолет огромный. Он размером, как Airbus, реально. Что, и с пушкой там с какой-то сидит? Первая мировая война, да? Дает толчок в развитии авиации. Джиани Капрони изобретает этот самолет прекрасный, который востребован и производится не только в Италии, производится в Соединенных Штатах, в Великобритании, во Франции. Спешно используется на боях действий. Двухмоторный самолет, начало авиации. Насколько это близко вообще к первым самолетам? Он просто огромный. 1914 год, ну сколько, 10 лет прошло авиации практически, да, после начала. Поэтому развитие имеет свое, и двигатели пошли. Естественно, они там автомобили были, использовались. Открытая кабина, устанавливали вооружение. Естественно, кто главный заказчик был? Странный, соответственно, да? Министерство обороны, тех стран, которые участвовали в войнах. Я вам так скажу, я бы на такой штуке не полетел. Хотя два двигателя, да, казалось бы, блин, я не знаю. Выглядит очень стрёмно. Но уже правильная аэродинамика, посмотрите, да, форма крыла. Они уже знали, как добиться, чтобы эта штука от набегающего потока получала правильную аэродинамическую энергию и, соответственно, поднималась в воздух. Все какими-то стропами натянуто. Там уже, смотрите, элероны даже есть для того, чтобы этим всем делом управлять. Как до этого человек дошел, удивительно. Это буквально через 10 лет после начала первого полета авиации, да, первые полеты против Райи. Ну, вот тут как раз вот все вот это, то, что мы видим. Вот это фашистский, да, получается, самолет какой-то, судя по крестам снизу. О, Бугатти. Представляете, как давно эта компания уже на рынке? А вот самолет в разрезе, да, у нас показан. А вот здесь мы можем видеть, видите, ткань натянута, а дальше показан каркас, скелет, крыла. Ну, на самом деле технологии остались плюс-минус те же самые. Вот если самолет внутри заглянуть, мы вчера были на заводе, вот, ну, все то же самое. Ну, только разве что не из дерева, а сам принцип каркаса точно такой же даже на самых современных цеснах. Начало истории, начало века. И вот эти экспонаты летали на самом деле. Это меня больше всего удивляет, что эти штуки летали. Я вот просто хожу и думаю, если бы я жил в те времена, я бы, наверное, авиации взнос свой никакой не сделал. Потому что я бы посмотрел и сказал, вы что, с ума что ли сошли на этом летать? Всего 100 лет, ребят, вот с этого момента до того, что у нас сейчас эти G1000. 30 лет назад уже были все эти метеорадары, локаторы, радиосистемы, полеты по приборам. Уже все эти боинги давным-давно существуют в том виде с инерциальными системами и прочим, в котором они летают сейчас. 18-й год, одна из первых динамических труб, динамическая труба деревянная. Тоже дым какой-то, видимо, запускали, чтобы был подсвечен светом. Единственный минус этого музея, что здесь очень темно. Конечно, тяжело, ребят, показать. Хорошо, что камера еще с нормальной чувствительностью, потому что глазами прям темнее, чем на картинке. Удивительные летательные аппараты. Люди, которые строили и испытывали эти воздушные суда, настоящие герои. Благодаря ним сегодня мы можем летать по всему миру безопасно, быстро и с комфортом. Лично меня впечатлил вот этот необычный двигатель. Поршни вместе с цилиндрами движутся по кругу. А, ну и вот он, собственно, стоит сзади. Вот эта штука летала на таком странном двигателе. Обалдеть. Похоже на какой-то самолетик из детских игрушек такие, как мы сейчас. Причем для детей до трех лет. Тоже двухдвигательный какой-то огромный самовар. Вы просто сравните человек и вот этот вот размер этого самолета. Складное крыло получается еще. То есть я еще не целиком снял. Это 1932-й получается. Ну это уже, да, что-то такое прям предок автожира. Только задумайтесь, у каждого из этих сотен самолетов есть своя, причем большая история. Сначала была идея, затем чертеж, тесты модели в аэротрубе, инженерные расчеты, постройка, тестирование, переделки. Сколько человека часов на каждый из этих экземпляров ушло, даже представить сложно. А теперь все эти самолеты занимают свое достойное место в музее авиации. Знаменуя собой определенный вклад в историю самолетостроения. А это, ребят, зал, посвященный уже космосу. Они просто огромные, вы не представляете, каких они масштабов. Ну я не знаю, как камеры придут, но они просто огромные. Даже не знаю, с чем сравнить. Ну, наверное, пятиэтажный дом. Да, ребят, ну, конечно, музей очень большой. Пары часов на пересадке явно недостаточно, чтобы просто даже его обойти, не разглядывая все эти экземпляры. Но самое удивительное, это то, что ты смотришь на те самолеты, которые были созданы сто лет назад, да, вот эти вот просто из тряпок, из каких-то, из палок. И потом заходишь в соседние ангары, понимаешь, к чему все это пришло. Причем эти самолеты, они же тоже, ну, не прям вчера сделаны, им там где-то по 50 некоторым, да. Ну, дальше пилот уже будет не нужен, если честно. Хотелось бы все-таки самому летать. Сразу мы во всех самолетах, как только отрываемся, мы сразу нас сжимаем на брейк. Сразу раз. Раз. Да, да. Ну, сейчас уже поздно, они уже остановились. Нам потом убирать нужно колеса, чтобы они не крутились правильно всегда. Very good, отлично. Но сегодня напоминать не надо, с какой скоростью мы должны взлетать. Какой момент мне нужно влево поворачивать? Как только мы на высоте круга или на безопасной высоте. При полете в облаках, когда можно повернуть? 1.07 Экалима, слезь по направлению. Спасибо, подход 1.07 Экалима, 1600 футов. 1.07 Экалима, подход набирайте 7000. Набираю 7000, 1.07 Экалима. Отлично. Мы обычно говорим 1.800, climbing to 3.000. Но мы говорим, как вы всегда две высоты даем, если мы в транзитной высоте. Понял. Да, так. Семь Экалима, поверните налево на Курджуле Циератанга. А можно еще раз курс? Семь Экалима, поверните налево на Курджуле Циератанга. Директ, директ. Турни лево на Курс, логово на Кулыбак. Директ, директ, куда поворачивать, мы не знаем. Отлично. Понимаете, да, о чем мы говорим? Он говорит, turn left. Семь Экалима, turn left on course, direct, джиуле Циератанга. Turn left on course, direct, джиуле Циератанга. Верните прямо по курсу и вы напрямую на джиуле Циератанга. Поэтому напрямую, окей, директ, тук, тук, enter, мы знаем, куда поворачивать. Он аббревиатуру сказал, я вот сразу это не разобрал. Джулия Сера Тенго, да. Ну, летим в аэропорт Джулия Сера Тенго. Ну, там важные слова были «turn left on course». Я повторил бы ему только «turn left on course». Надо слушать больше «life ATC». Ну да, я сейчас займусь плоднее ATC ещё. Но в целом я почти чуть-чуть. Я слышал, что он сказал «turn left on course». Это мне всё было понятно. Просто, видимо, из-за того, что у меня недовыработаны стандартные команды ещё, недопонимаю, что это аббревиатура Тенго. А я думаю, что «тенго»? Что «тенго»? Джулия Сера Тенго, да. Не знаю, какое название аэропорта. Он видит только «JKGST». Оно там «John Martha Johnston, Cumbria County». Не выговоришь вообще. «Боротаевка International». Знаете, какой аэропорт есть в России? «Боротаевка International». А почему смешно? Ну, он не «интернешнл», да? Ну, он «интернешнл». Могу показать посадочный билет у меня есть. Ну да? Написано «Боротаевка International». Это в Ульяновске, да. У нас много смешных названий аэродромов вообще. Тут я летаю «Кортик», там, с соседними. «Кортик» – это красивое название, да. И главное написано «Интернешнл», «Интернешнл». Лучше «Боротаевка International», чем «John Martha Johnston, Cumbria County». Здесь «экславейшн». У меня, кстати, тоже до такой температуры греются цилиндры на взлете. Меня все это пугало. Еще недостаточно. Это хорошо, а нет. Красная уже там есть. Там 500 у них отсечка. Да, да, да. Еще «Лин» недостаточно сделали, поэтому у нас «EGT» маленькая. Ветра за несколько часов поменялись, и уже шесть «Тэлвин» дойдет. Мы садились на шестую, а взлетались на 24-й. Динамически все меняется. Ну, мы все-таки сами просили шестую. Ну, они же всех сажали и взлетали в шестую. Блин, обалдеть. Я легально могу лететь через облако. 1,07 «Клима», свяжитесь с подходом 1,2595. 1,2595, спасибо. 1,07 «Клима», 8,900. 1,07 «Клима», давление 30,01. Итак, друзья, мы готовимся сделать заход. Предпоследний аэродром на сегодня у нас. Запросили сложный заход, VOR. А что такое VOR? Опа! Открутился болтик. 1 секунду, пожалуйста. VHF. Варен. Радио. Летите напрямую к Johnstown VOR. Скоро я вам выдам разрешение на заход. Лечу прямо на Johnstown VOR. 1,07 «Клима». Окей, теперь я могу поменять... Давайте, чтобы сваливание не произошло, да? Или мы специально так медлилили? 2,300 оборотов. Хорошо, да. Вопрос в сторону мелочи. 1 секунду. Процедура. 35 минут. Select Approach. Мы не программируем VOR. Руки прочь от... А нам не надо для VOR и прочь. Нам только VOR нужен один, и все. Окей. Будем RAW VOR лететь. Then CDI. Все, он у нас одинфицировался. Да, давайте его послушаем. Он это или не он, Johnstown VOR. Так, мы же его видим, здесь можно не слушать. Согласен. Но привычку нужно иметь слушать всегда. У вас время позволяет или нет? Один. Но я еще не все подготовил. Да. Согласен. Окей. Это вот. Вот это вот непрежно. Можно сейчас вот на секунду остановиться, я покажу, что нужно сделать. Линия ушла, да? Во-первых, я хочу перехватить мой Redil, да? Horse Needle. Сейчас я высоту выровняю. Чуть-чуть, да. Чуть. Откуда у нас ветра? Каждый инструментальный полет. Пилот знает, откуда у него ветра, да? Окей. Horse Needle в средине. Семя Клима, вы с посадкой или конвейер? С посадкой. С посадкой Семя Клима. Проехал сам. Сколько миль мы от Vior? 27. Да. И сейчас мы запомним трот хейдинг, потому что ветра у нас довольно-таки стабильные. Я имею в виду по направлению и по силе, да? Вот. Они у нас небольшие. Не совсем большие. И летим трот хейдинг баг. Ну допустим. Вот. Все. Поехали. Поставили дилл в центре. Поставили даймонд. Поставили даймонд. Теперь у нас поставили даймонд в средину. И летим этот хейдинг баг. Вот этот хейдинг баг я должен лететь с 068. Правильно? Окей. С минимальными поправками. Смотрю, куда у меня будет отклоняться Нидл. Там правильно? Все. Поехали. Передал самолет. Нидл практически в центре. А то у нас туда-сюда и мы не по хейдинг баг не летим. Окей. Лететь можно по 06. Может быть даже чуть 084. Вот будет хорошо, да? Два градуса всего. Она потом со временем интерсептится. Окей. 1.07 Миколима. Вы в 15 милях от Джонстаун Виуар. Пересекайте Виуар выше четырех с половиной тысяч. Разрешаю заход Виуар Янке полоса 23. Доложите пересечение. Разрешили Виуар 23 Янке. Разрешили Виуар Янке. Полоса 23 выше четырех с половиной тысяч. Доложим пересечение Виуар 1.07 Эко Лима. Почему мы Янке в конце говорим? Если мы говорим Янке в конце, это как погода идет. У нас approach называется Виуар Янке Runway 23. Понимаете? И выбрасывайте Янке отсюда. Я про Terminal не понял вопроса. А есть два вида Виуара approach. Terminal и Non Terminal. Чем они отличаются? Не могу ответить. Нужно. Terminal approach это когда Виуар находится на территории аэропорта. Вот прямо внутри. Non Terminal, когда Виуар находится за пределами аэропорта. Чем опасен Terminal approach, когда Виуар находится внутри аэропорта? Может какой-то самолет выехать и перекрыть мне сигнал? Хорошо, но это далеко немножко от ответа. Я говорю о том, что что происходит при приближении к... Вот вчера мы приближали к полосе КЛС, да и у нас пошли пляски влево-вправо. Очень чувствительный. Абсолютно верно. Как мы можем устранить эту чувствительность? Что мы можем сделать? Заранее посмотреть хейдинг и лететь сразу по нему. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Забыть про Виуар, потому что когда приближаться будем, там, одну милю, полмилю, да, у нас все равно корс нидл отклонится, верно? Люди убиваются, потому что начинают за ней бегать туда-сюда. Поэтому ваша задача будет, вот как сейчас, абсолютно верно, сделать корс нидл в серединке, поставить даймонд сверху на него и выяснить тот хейдинг, который вы летите. И лететь тот хейдинг не поворачивай никуда, понимаете, да? Ох, птица прям вообще в миллиметре пролетела. Нечего смотреть в окно, я смотрю туда. Смотреть на приборы. После procedural turn мы снижаемся 2 920, надо подготовить баро минимум. Правильно. Да, так как мы не забиваем approach. 2 660, забиваю 2 720. 1 07 и Калима на Джонстаун Виуар. Семя Калима поняла, доложите напрямой. Доложу напрямой, Семя Калима. Побыстрее снижаемся. Мы же приближаемся к полосе, правильно? У нас сейчас нет стандарта, потому что нам нужно выровняться из... Я всегда в ветрах думаю, да. Не такой же большой ветер, да. Столхорн хочу услышать. Столхорн хочу услышать. Не слышу его. Коснулись, не слышали Столхорна. Завтра поправка на ветер была хорошая. Семя Калима сделайте разворот на полосе, далее по 23, затем по браво на стоянку у терминала. Разворот на полосе, далее по 23, затем по браво на стоянку у терминала. Семя Калима. Спасибо. Спасибо. Илья, ну все хорошо было, отлично было. Мне понравилось. Ой, ну спина уже болит, я так перенапрягся. Надо закатать, потому что было чуть-чуть как-то напряженно. Вот все было четко, правильно, хорошо. Вот только добавить красоту. Легкость. О! Легкость, да. Гениальное слово. Легкость, чистоту, красоту. А все было правильно. Вот все было с точки зрения оценки. Представляете, сейчас идеальная погода. У нас ATC, отказов нет. Инструктор сидит рядом. А будет single pilot. Будет, не дай бог, какой-нибудь отказик небольшой такой, легкий, да. Будет turbulent. Понимаете, да, ситуация напряжения? Напряжение на про, пожалуйста, в Минсильванию. Так, ребят, вот VOR, на которой мы летели радиостанция для полетов по приборам. Вот самолет. А вот, пожалуйста, очередное здание аэропорта. Такое, как его должно быть. Посмотрите. Я вам буду из каждого аэропорта снимать такие видео. Кофемашина. Здесь аппарат, кстати, первый раз не бесплатно. Но, тем не менее, есть кофе бесплатный, водичка. Даже магазинчик там какой-то есть. И, естественно, полная зона релакса там дальше есть. И где полежать диванчик, и где посидеть. Машину можно взять. Владельцы аэродромов у нас. Ну, давайте вы уже это, во-первых, VOR ставьте себе, ILS. Во-вторых, вот эту всю зону надо создавать и посадку бесплатно делать. Ну, чтобы как в Америке летать, правильно? А что сейчас происходит? Почему они нам вылет не дают? Потому что вон парень на файнале весит. Да, нет. Не поэтому? А почему? Сейчас они связываются с контролл. Семя Калима, полоса 33, занимайте, ждите. Полоса 33, занимаю и жду Семя Калима. Они связываются со всем контролл, с центром, да? Чтобы дать нам плэренс. Чтобы ставить нам в систему, понимаете? И когда те дойдут отмашку, окей, сейчас можно лететь. Этому Клирос дал на посадку перед тем, как я запросил. Я понимаю, да-да. Он нам просто сказал, stand by for release. Здесь запустим быстро, в этих аэропортах быстро. У нас колдули, можно 30 минут, 50 минут ждать. Семя Калима, полоса 33, штиль. Взлет разрешаю. Полоса 33, взлет разрешили. Семя Калима, спасибо. Семя Калима, трафик слева на 10 часов. Наблюдаем. Трафик, наблюдаем, Семя Калима. Семя Калима понял, свяжитесь с подходом, счастливо. Свяжусь с подходом, спасибо. Подход 107 Калима, 3700. Семя Калима, Джонстаун. Подход, опознанный, набирайте и выдерживайте 8000. Набираю 8000, Семя Калима. Ребят, сейчас я включаю New York Approach, мы подлетаем туда и вот здесь начинается самый мясной радиообмен. Все, поехали. Нью-Йорк Центр, 107 Калима, 9000. 107 Калима, давление 3007. 3007 Калима. И пошло. Это еще медийно. Расслаблено. Ни одного не пропускайте. Ни одного. Какого-нибудь. А, понял. Или президент компании. Все понял, слышал. Можно летать туда истребители только. Если допуск есть. Да, да, да. Я готовлю опробу пока что. Мы хотим получить оценку 5 по 0,1. Будет снижаться за каждый пропущенный звонок, важный и критичный. Не будет снижаться, если мы вернемся. Если вы вернете сразу к нему и скажете по ошибке 0,5,0. Ничего осталось. Пусть он лучше поправит. Но главное, чтобы не пропустить свой звонок. За это не будет балл снижаться. Хорошо? Хорошо. Есть ручка, нет? Я бы хотел насечки прямо ставить на руке. Чтоб Илья потом показал сколько раз. Или рука чистая была. Такой эксперимент проведем. Но я против. А иначе не запомните. Да нет, ну вот на бумажке мы к листике ставим. Никаких бумажек. Никаких бумажек. Вот здесь буду рисовать. За каждый пропущенный холл, который был сюда к вам. Само просчет. Мы два дня уже летаем. Мы уже больше десяти часов налетали. Самолеты летят другие, как звезды. В небе горят вообще-то эти лампочки. Вообще звезды по земле рассыпаны как будто бы они в небе сейчас. Ночные полеты на самом деле, конечно, просто прекрасные. Но очень страшные. Ночные полеты надо летать на самолете, в котором ты уверен. Абсолютно. На территории, в которой ты ориентируешься. И желательно еще повыше. Я честно скажу, я один ночные полеты не летаю. Потому что у меня нет такой необходимости. Первое. Последний раз летал, сейчас скажу, когда десять лет назад. Один ночной полет. А все время с кем ты летишь? А как тогда сохранять фрилендинг? А у меня считается, у нас у структоров. Если вы делаете трилендинг, они идут обоим в зачет. И инструкторы тоже. Ну да, просто нет такой необходимости всегда, как бы. С студентами летают часто, очень часто. Куда мне ночью лететь, что мне ночью делать? Ну, до Нью-Йорка посмотреть. Ну, тогда уже с пассажирами летаю, да. В смысле, вот что один летаю? Ну, опять же. Пассажирами часто летают. Пассажирами часто летают. 6500. Проверяя с Киево. На каком релаксе парень вообще. Вот он радиообмена не боится. Он с Аллентауном. Аллентаун расслабленный. Сейчас вот Нью-Йорк начнется. Я бы тогда перепутал, ребята. Я сказал, что Нью-Йорк, а это был еще не Нью-Йорк. Нью-Йорк, который управляет сегодня. Потом спустились. Мы ушли на Аллентаун и прочь. Сейчас мы перейдем на Нью-Йорк и прочь. А там уже жаришь. Дальше начался радиообмен с Нью-Йорк и прочь. И мы решили не озвучивать эту часть видео, чтобы вы смогли послушать и насладиться радиообменом самого загруженного авиапространства в мире в оригинале. Сейчас, как только сможет, он насчет распрямлять. 3500, 55 армия. Он очень скоро нам скажет дорогу его. Очень скоро. Коррекция, 210 heading, approach 1288. Обычно так бывает. Посмотрим как. 7 ACO-L, proceed direct Yelvin. 107 ACO-L, спасибо. United 921 heavy, D7 maintain, 6000. 921 heavy, down to 6000. 7 ACO-L, D7 maintain, 3000. 7 ACO-L, 107 ACO-L. United 921 heavy, approach 1288. Heading 190. Heading 190, approach 128.8. United 921 heavy, have a good night. 126.8, have a good night, number 416.8. 126.8, have a good night, number 416.8. 136.7, remain there, can lift 2000, 5255. 6 ACO-L, he OK, 3,000. 3 народ, correct correct kennedy. Green parallel around, kho stern blue? Yeah, three as a ground. Yeah, we remember that. No, three as a ground like or not. I see here who is the person. This is like right professional or is not the most professional. Умница, не нужно было подтверждать, мы сами знаем этот год, только что важный момент, умница, плюсик, плюсик. Умница, 6-34, Тетербург Тауэр, 19-5, Геннайт. Калдвилл Тауэр, 107, Эко-Лима. Они знают, они знают. 107, Эко-Лима, Калдвилл Тауэр. Аттемина, 3-0, 1-3, ВИН-КОЛМ. Репорт все хорошо. Репорт все хорошо, 7-Эко-Лима. Мы по ДФР флайт-планам находим, они знают где мы, не надо ничего им говорить вообще. Окей. Просто что, репорт мы им и информация делать, вот это им важно знать. Чарли, да, вон он летит сверху, если можете посмотреть этот Фалкан. Но это не наша проблема вообще, он тысячу футов над нами летит. Следующее, что он нам сказал, нужно сделать. Репорт за год. За год. За год, да, я думаю. Какие минимумы, до какого пойдем? 620, вот здесь. Сосмос 7 Эко-Лима, спасибо. Ранвей 4, Клэр, 7 Эко-Лима. Сидим, не ждем, проверяем. Просто так лететь не должны мы. Откуда ветер еще раз повторим? Где чего у нас? Все ли у нас сделано? Шассели выпущены? Сидбелтс нет, все ли? Еще раз все повторим. Газ both enough. Under coverage fixed. Mixer full power. Lights. Drop set. Lights set already. Все. Сидбелтс. Что следующее будет происходить? I'm waiting for 620. Весел. Следующий поэт. Весел, да. Весел мы должны быть не ниже, чем 1.40. Нулья. Ну это чистая пятерка. Просто экземплари. И такое слово в американском языке экземплари. Его нет адекватного слова в русском языке в переводе. Это сверх похвалы. Это эталон, с чего нужно брать пример. Так это парт у пилота заход. А это парт у ACS. That's a part of checklist. У меня все эти приблуды есть на самолете. Конечно, я их умею использовать. Приблуды. Такое везде. Я учу, учу, понимаешь. На 10 тысяч поднимаю высоты. Шутка. Короче, отличная работа. Спасибо большое. Просто умница. Просто молодец. Хорошая, твердая, прекрасная пятерка. Экземплари. Это был невероятный полет вообще. Но невероятно. Он такой идеальный этот самолет. Он сам летит. Он делает все вообще. Он так держит направление. Никакого там этого скольжения. Все вообще. Поздравляю вас, вашу школу, с приобретением такой птицы. Спасибо, что помогли привезти самолет из Вичиты. Прилететь полу Америки 12 часов. Корея Треба 434. Какая frequence, чем папа. Это на всю жизнь воспоминания, конечно. Вообще. Просто невероятно. Но я скажу. Не хочу, чтобы это казалось как-то слишком снобно. Но мой самолет примерно такой же по ощущениям получился. Вот я так же лечу. Он настолько же ровно летит. Он настолько же быстро. Настолько же гладко. Настолько же... Вот у меня все функции, которые здесь есть, кроме метеорадара. Все присутствуют в самолете, получается. Это прекрасно. И не так дорого. Да? Да, 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 да. Ну вы сколько сил, энергии и средств потратили. Тоже да, да, да. Согласен. Но быстрее построить, чем ждать с Текстрона. Стоп. Хороший поинт, да. Ну что, ребят, вот и завершился этот невероятный полет. Это приключение. Этот перегон нового самолета. Представляете, я сидел за штурвалом нового самолета первым. И пролетел на нем порядка 12 или 13 часов через пол Америки. Из Канзаса до Нью-Йорка. Это... Я в это не верю до сих пор. И мало того, я на этом самолете буду сдавать чек-райт. И если я сейчас пройду стейдж-чек с Кайлом, а это не очень просто, то я, возможно, даже буду первым человеком, кто на этом самолете сдаст чек-райт. Эмоции просто зашкаливают. Мне, конечно, очень понравилось. Спасибо Air Fleet за то, что пригласили меня в это путешествие, дали такую возможность. Потому что теперь я могу говорить, ну, по сравнению с новой Cessna, это Cessna, там, что-нибудь такое. Очень интересно, очень насыщенно. И самое главное, что я реально под конец наших 12 часов полета уже достаточно свободно вел все эти IFAR-переговоры с диспетчером Нью-Йорка прочь. То есть так еще получилось, что у нас постепенно становилось сложнее, сложнее, сложнее. Мы сначала летели где-то вообще там, где никто ни с кем не разговаривает. Потом постепенно все больше появлялось самолетов вокруг. И в конечном итоге вот это вот супер-бизи пространство Нью-Йорка, самое загруженное пространство Америки и одно из самых загруженных пространств в мире было мною сегодня пройдено в инструментальном полете. Все, друзья, мы едем отдыхать. Очень было сложно, реально все силы ушли. Но на этом я выполнил все свои реквайрменты для того, чтобы сдавать на IFAR. По идее, хоть завтра, чисто теоретически, если бы приехал DPI, я бы мог сдавать экзамен. Ну, естественно, я так делать не буду. И меня никто не выпустит. Мне даже надо еще эндорсмент получить. Так что еще чуть-чуть и думаю, что добью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА